Всем добрый день. Я очень рада вас приветствовать и с радостью и интересом ко всем вам хотел бы поговорить с вами про пространство. И для этого мне понадобится, чтобы вы зашли в Минтиметр, и мы с вами немножечко поговорим и в том числе познакомимся с тем, что мы сами думаем про пространство. Как вам лучше написать код или прям ссылку? Я думаю, что ссылочкой в чат будет удобнее. Сейчас тогда и сделаем. Давайте, может быть, Елизавета, расскажем ребятам, что же такое Минтиметр. Да, Минтиметр — это достаточно удобное, интересное приложение, в общем-то, в интернете, с счет которого можно составлять несколько опросов, которые вы сможете онлайн проходить и смотреть, что же ответили вам участники. Я, если честно, сейчас пытаюсь вообще чат найти, и почему-то у меня не получается. Итак, для того, чтобы зайти, вам надо перейти по ссылке и ввести простой цифровой код. Вот, а пока, собственно, хочется, да, я немножечко представлюсь и расскажу вообще, что происходит и почему мы говорим с вами про пространство. Пространство занимает, на самом деле, очень много места, много важного в нашей жизни по ходу того, что мы с вами пытаемся сделать. И когда мы говорим про пространство, на самом деле, у нас думаем про разное и не всегда, поэтому говорим про одно и то же. В связи с чем, хотелось бы вам предложить несколько примеров того пространства, с которым я лично была знакома. Я работала с несколькими фаблабами и с мастерскими, и мы много чего думали про то, что такое пространство. Итак, я тогда попробую... Хочется для начала задать вам несколько простых вопросов. Если у вас получилось перейти по ссылке Минтиметр, то давайте как раз... Раз, так... Так что все работало, вот как всегда. Итак, несколько простых вопросов, чтобы понять, кто у нас вообще есть из присутствующих. Так, расскажите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, в Минтиметре, кто из вас когда-нибудь вообще был в мастерской, в мастерской или в каворкинге? Давайте так начнем. Так, скажите, а к кого получилось вообще зайти? Елизавета, вот я в чатик скинул прямую ссылку, можно еще по ней попробовать перейти. У меня вроде бы получилось, и те же самые вопросы видны. Ребята, посмотрите, пожалуйста, в чат. Там есть ссылочка, menti.com, потом слэш. О, один ответ уже есть. Отлично, сейчас один ответ, подождите. Давайте мы по очереди. Давайте сначала говорить про то, кто, в принципе, был в мастерской. В любой, в керамической, в художественной, в столярной. Так, прибавляется, прибавляется, прибавляется. Хорошо. Хорошо. По поводу магазина, я почти уверена, что все из вас были в хоть каком-нибудь магазине. И тут у меня к вам немножечко другой вопрос. Вы наблюдали за тем, какой порядок расставления всего на полках в магазинах? И, да, и, собственно, про порядок дома понятно, что кому мама говорит, что все время надо что-нибудь убирать и так далее, а у кого дома порядок. И про перестановки ответьте, да, если вы постоянно что-нибудь пытаетесь поменять вокруг. Итак, я уже вижу, у нас 13 человек прошло. Так, ну, насколько я вижу, порядок дома у нас достаточно примерно пополам делится. А перестановки, оказывается, не так часто люди делают. Что ж. Но очень приятно, кстати, что большинство из вас были в разных мастерских и много чего представляют, как они устроены. Так, ну что ж, хорошо. Тогда считаем, что с данным вопросом мы с вами разобрались. И тогда давайте немножечко про обстановку. Вот, скажите, перед вами, я постаралась найти какую-нибудь такую гаражную мастерскую. Отметьте, кому нравится, кому не нравится. Так, очень разно, да, и кто-то неопределившийся. Слушайте, вообще отлично. Так, но по большей части пока людям нравится. Ух ты, ух ты. Но все равно есть кто-то, кому мастерская... Больше по душе, видимо, другая мастерская. Так. Но, действительно, в гараже или в любом каком-то маленьком пространстве можно устроить различные действия различные, сделать себе так, чтобы можно было сделать что-нибудь интересное, что-нибудь удобное. Но, действительно, есть свои особенности того, кто, как, где может работать. И так, давайте остановимся на этой картинке и перейдем на следующую. В противовес к гаражным мастерским, например, можно сказать, есть так называемые коворкинги. Это, в принципе, места, в которых можно прийти и поработать всем вместе или в каком-то большом количестве людей зайти туда и попользоваться общим инструментом. Но при этом, действительно, как правило, эти мастерские расположены так, чтобы было удобно всем. У этих мастерских свои правила, а не те, которые мы привыкли там себе делать какой-то распорядок. И еще, что важно, да, действительно, это общее что-то. И я смотрю, действительно, коворкинги пользуются меньше популярностью. Мне нравится здесь сейчас в Вайс Пинчо людям. Что ж, но, помимо всего прочего, несомненно, пространство — это не только то, где мы работаем, хотя, в первую очередь, мы с вами будем говорить именно об этом, но и то, какие-то интересные места, в которые можно попасть. Например, домик на дереве. Лично для меня это всегда была детская мечта. Я смотрю, да, люди тоже начали реагировать. И поэтому пространство — это не всегда про работу и не всегда только про само место. Что ж, и тогда давайте у меня вернемся немножечко к чату Zoom. Zoom. И скажите мне, пожалуйста, напишите в чат, какие у вас есть ассоциации, какие слова важные для вас, которые находятся в пространстве на букву «П», например. Так, я вижу, что... У нас тут есть слова «Пирог», «Паника», «Полка», «Порядок», «Пила», «Поле» — интересно. А почему «Поле», кстати, интересно? Тоже пространство. А, ну да, если в случае прогресс, отлично. Так, половинка поверхности. Смотрите, сколько у нас слов оказывается на букву «П», которая относится у нас к пространству. И, в общем-то, я думаю, мы можем еще подумать и какими-нибудь метафорами или же, ну, ассоциациями прийти к тому, какие же слова, какие, в принципе, вещи нас окружают, и почему именно это характерирует наше пространство. Так, давайте теперь... Интересный подход по Пановой Гвинеи. Давайте сейчас тогда следующее. Я даже вот немножечко отчеркну. Напишите, пожалуйста, слова, эпитеты или прилагательные, это одно и то же, которые характеризуют для вас лично идеальное место, где вам было удобно работать. Одно слово... Идеальное. Так, нет, слово «идеальное» запрещено использовать. И рабочее тоже. Тихое, чистое место. Так, мягкое. Наверное, речь идет про кресло и комфортное. Красивое, одинокое, удобное, практичное. Большое. Кошмарное. Интересный подход, самое идеальное место. Холодное, богатое. Ну, смотрите, очень интересный набор. Действительно, каждому из нас важно совершенно разное. То есть, когда вот те, кто из вас, кому удобно... Я, в принципе, тоже отношусь к тем, кому удобно работать в прохладном помещении. Я люблю всегда открывать окно рядом. Также вот удобно и комфортно. В принципе, все мы пытаемся тем или иным образом сделать пространство, в котором мы работаем, и не только работаем, живем удобным для себя лично. И поэтому комфорт и удобство тоже для каждого из нас будет определено по-разному. Так, минималистичное. Это, кстати, тоже интересно, потому что некоторые как раз любят, наоборот, когда все всегда-всегда-всегда под рукой. Так, хорошо. А теперь напишите, когда... Про пространство, в котором для вас было бы... Идеальное пространство для вас, в котором вы бы жили. Так. Не работали, а именно в бы жили. И отдыхали. Там, где есть еда. Тут нет ограничения на одно прилагательное. Нет, здесь уже... Там, где есть еда, в общем-то, хорошее описание. Но достаточно емко. Попробуйте описать. Тихо, уютно, курорт. Где можно поесть и поспать. Вообще тоже прекрасно. Живое, живое, живое. Ну, смотрите, здесь больше людей сходится в том, что должно быть тихо. И судя по тому, что вы пишете про курорт, необитаемые острова, где никого нет, большой дом, лес, прям много из нас, интровертов, которые хотят поддыхать в одиночестве от всех остальных людей. Большой телевизор. Хорошо. Тоже интересный вариант. Смотрите, и получается, что у нас тоже разные потребности к тому, что мы хотим там делать, как мы хотим отдыхать. И в связи с этим мы по-разному пытаемся сделать и спроектировать то самое пространство, которое для нас будет идеальным, как для отдыха. Итак, дальше. Что ж, я снова отчеркну. Скажите теперь, что вы хотели бы делать. Давайте два слова, два глагола, которые у нас характеризуют одно дело для... Ваше хобби, например. И второе, чем вы... Как бы вы хотели именно отдыхать. Какая-то активность. Поесть, поспать. Ну, поесть — это не совсем хобби. Ну, в смысле, давайте что-нибудь именно делать руками. Мы же все-таки на мейкерской смене. Создавать, рисовать, читать, спать. Ну... Нет, не настолько обязательно руками, но что-нибудь именно про создание чего-нибудь. Вот так говорит, Виктория. Перейти путешествовать. Так. Хороший. Слушайте, сколько моих вариантов-то вообще отлично создавать, заниматься математикой, музыкой, танцы, бисер, рисунки, фотографии. Великолепно. Левка. Слушайте, прям прекрасно. Про отдых, видимо, часть из вас что-нибудь... Возможно, для кого-то отдыха есть хобби, а возможно, отдых можно просто посидеть и ничего не делать. Но таким образом мы вспоминаем о том, что пространство — это не только само одно только конкретное место или локация, но и много всего, что в него входит и что его окружает. И давайте вернемся снова к нашему ментиметру. И... Сейчас, один момент. Так, все так быстро. Вернемся. И один вопрос. Так что такое же пространство? И что для вас больше всего важно в пространстве? Попробуйте. Здесь надо распределить так называемые баллы для... по вот каким-то таким категориям. Что нам важно именно само место, где это находится, или же нам важны правила, которые соблюдают... Ну, надо соблюдать в том или ином пространстве. Или атмосфера. вещи, которые у нас там есть, что можно там делать. Если мы вот как раз говорим про домик на дереве, и там явно лучше просто отдыхать какие-то свои ощущения. Ух ты. Так, пока. Пока побеждает место. Даже немножечко удивительно. Да, ребят, давайте подключаемся, голосуем. Я еще раз продублировал ссылочку в чат. Переходите по ней и выбирайте свои варианты ответа. Надо признать, что место пока все еще лидирует, но ощущение и атмосфера... О, ощущение прям даже догнали. То есть большинству из нас все-таки важно, что... Так, нет, все-таки распределение очень изменяется в зависимости от того, кто подключается. Так. Подождем еще чуть-чуть. Сколько у нас людей? Так, ну, кажется, у нас... Нет, степенно все-таки у нас кто-то поодиночно подключается, но по большей части действительно основное распределение вы уже получили, что больше всего нам важно где именно, то есть само место, после чего атмосфера, которая там создана и ощущение, которое у нас внутри нашего пространства. и, собственно, по итогу хотелось бы вот какую-то такую облако слов, что в пространство у нас абсолютно разное может входить, мы можем делать внутри него совершенно разные вещи. и для пространства, когда мы даже говорим пространство в абсолютно разных контекстах. Поэтому самое важное для нас, что мы хотим с вами поговорить, что мы будем обсуждать и что мы будем делать, это делать и обустраивать какой-нибудь маленький кусочек своего пространства. Например, шалаш. Это такой, получается, свой личный маленький домик. Или же свое рабочее место. Я так понимаю, что вы сегодня делали верстаки, столы из своей ящики, я даже посмотрела на них и прям немножечко позавидовала, сколько у вас всего интересного вы сами для себя делаете, что потом можно будет использовать. Прям я восхитилась, честно-честно. Далее. Хочется в качестве примеров нескольких вспомнить мультики, которые были... Что такое? В которых говорилось немножко либо про само пространство, либо про то, как с ним поступать. И для начала хотелось бы вам показать маленький отрывочек из мультфильма «Валя». и то пространство, где робот живет, собирает всякие разные вещи и все-все-все сортирует. Кто-нибудь видел вообще мультик? Так. Отлично. Тем, кто не видел, посмотрите, он действительно очень милый. Тем, кто видел... Да-да-да, это правда прекрасный мультик. Итак, в общем-то, действительно, вот маленькая сцена о том, что у нас есть пространство, в котором все сортировано, все абсолютно по полочкам, все подчиняется своим правилам, и мы умеем определять каждый кусочек нового найденной загадки к той или иной категории. Второй маленький кусочек фильма, который хочется с вами обсудить и показать, это вступление к первому игроку «Приготовиться». И здесь у нас идет речь о том, что пространство может делиться на самом деле на несколько типов, и в данной ситуации мы можем говорить про реальное пространство, которое мы можем пощупать, потрогать вот прям так, оглядеть вокруг себя, и оно есть везде вокруг нас. И виртуальное пространство. И на самом деле мейкерская смена прям отлично совмещает в себе виртуальное и реальное пространство, потому что у нас есть какой-то кусок того, что и где мы делаем руками, и вы внутри своих челленджей и внутри своих заданий делаете своими руками что-то. И точно так же вот мы с вами собираемся по Zoom, по Skype и что-то обсуждаем. И в качестве последнего примера, наверное, действительно хочется поговорить о том, что в каждом пространстве есть свои правила. И поэтому для нас важно соблюдать основные правила при проектировании пространства, при проектировании своего места и своих занятий и дел. Давайте мы действительно не будем внутри чата сделать какой-то спам. Вот. Так. Вопрос организаторам маленький. У нас по расписанию мы должны закончить. В... Как раз половину. В сорок лет. Ну, давайте это зависит от того, Елизавета, сказали ли вы ребятам все, что хотели. Я думаю, что когда вам удобно, тогда мы и можем закончить. Ну, просто я увидела как раз расписание в тридцать минут, и поэтому максимально сжала такую часть про описание пространства. Может быть, мы еще немножечко тогда поговорим про то, расскажите, напишите опять в чат, какое для вас пространство вы хотели бы модернизировать. Например, пространство отдыха, пространство работы. Все, сразу не получается. Давайте начнем с чего-нибудь одного. Свободное время, кстати, интересный план, потому что тоже вполне себе пространство. Тогда, собственно, в качестве идей для подумать посмотрите, как организованы в мастерских как-то тем, кто хочет организовать свое пространство работы, пожелание, если вы тем более были в мастерских, посмотрите, каким правилом они придерживаются. Ведь не просто так весь инструмент лежит в одном месте, оборудование в другом месте и так далее. Подумайте, что конкретно вы используете. Тем, кто хочет подумать про реорганизацию пространства для отдыха, мы с вами сможем поговорить и подумать про то, где и как можно городить и как-то приукрасить для того, чтобы было приятно отдыхать. для того, что будет делать пространство, конечно же, важно, что мы хотим, что мы ощущаем, и когда мы приходим в то или иное пространство, у нас уже начинается какой-то настрой для того, в зависимости от атмосферы, от своего ощущения и от того, какие там правила. Поэтому давайте подумаем про... в качестве такого на размышление подумайте про то, что для вас будет вам помогать отдыхать, а что будет помогать работать. Это вот у нас такая завершающая мысль, если я правильно понимаю, да? Да. То есть мы предлагаем ребятам... Елизавета, скажите еще раз, пожалуйста, что мы предлагаем ребятам? Подумать и, не знаю, сформулировать в качестве, может быть, маленького абзаца или в качестве маленького предложения, что конкретно вам, какие предметы, какая атмосфера, какой настрой или, может быть, какие цвета помогают конкретно вам для настроя на работу и для более продуктивной работы или отдыха, если мы хотим переделать пространство отдыха. Да, очень круто. У меня действительно... Наверное, каждый в своей жизни ощущал так называемое состояние потока, когда ему что-то дико нравится делать и у него все получается, а в другие моменты жизни ну как-то прям вообще работа не прет и понятно, что происходит. Вот хороший вопрос. Зависит ли это от окружающего пространства? А можем ли мы изменить как-то пространство так, чтобы у нас всегда все получалось? Отличный вопрос. Мне очень нравится. Я его сам периодически себе задаю и, надеюсь, ребята, вы тоже над ним подумаете. У нас осталось 4 минуты до конца эфира. Ребята, есть ли у вас какие-то вопросы к Елизавете? Можете их написать сейчас в чат. Елизавета, я думаю, с радостью на них ответит. Я эти вопросы озвучу. Пока тишина. Да, пока вопросиков нет. Ну, вот уже, да, есть из интересного, что помогает либо тишина, либо какая-нибудь музыка. Ну, наверное, либо специально какой-то подобранный рабочий плейлист вполне себе может быть и несколько даже цветов. Вадим вас благодарит. Говорит, было очень интересно. Ну, если я правильно понимаю, то вопросов нет. Над вопросами будут думать. Роман спрашивает, Елизавета, а вам пространство помогает как-то сконцентрироваться? да, прям очень зависит за счет того, что пришлось работать в разных направлениях и в разных сферах. меня я заметила, что в зависимости от того, это кабинет или маленькая комнатка, где нахожусь только я, очень зависит и концентрация, и возможно сделать разные задачи. Например, если надо сделать что-то руками, я значительно лучше себя чувствую, если это большое пространство, где есть кто-нибудь еще, и пока я что-нибудь или леплю, или вырезаю с друзьями, что-нибудь собираю, мне значительно удобнее, если вокруг меня кто-нибудь есть. А если какая-нибудь задачка составить текст или проверить работу какую-то, что-то, как правило, с ноутбуком, то наоборот лучше закрытое пространство, тишина и чтобы никого не было. Так что, да, сильно влияет. Спасибо, Елизавета, еще раз большое за вашу презентацию. Я думаю, что ребята подумают над вашим вопросом, обязательно вернутся с ним с ответом на этот вопрос к вам. А вам, ребята, я напоминаю, что у вас в 8 часов состоится встреча с наставником. Пожалуйста, не пропускайте, они вас очень ждут, им очень интересно узнать, как же у вас прошел день. На этом предлагаю попрощаться, помахать друг другу ручками в камеру. Всем пока-пока. Всем пока и буду ждать вас при работе с направлением. в камеру. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok